Друзья, НБА вернулась и я вас с этим поздравляю. Сегодня ночью Golden State Warriors обыграли Лос-Анджелес Лейкерс в своем первом матче этого сезона, а Бостон Селтикс одолели Филадельфию 76ers. Именно эти команды своими выступлениями открыли сезон НБА 2022-2023. И знаете, он, как мне кажется, должен стать реально особенным. И хотя для этого в нем существует очень много разных интриг и перспективных событий, я решил сегодня выделить самые интригующие из них. Доброго времени суток, дорогие любители лучшего вида спорта. С вами, как всегда, ваш покорный слуга с канала Оранжевый Мяч. И в этом видео мне бы хотелось рассказать вам о пяти самых интригующих событиях этого сезона, которые, как мне кажется, станут наиболее интересными для большинства фанатов лиги в общем. Так ради чего нам вместе стоит смотреть сезон НБА 2022-2023. Давайте порассуждаем. Но для начала я бы хотел попросить вас поддержать мое творчество. Лайк и подписка на канал станет для меня лучшей помощью от вас. Давайте попробуем пробить 500 больших пальцев вверх. Буду вам за это безмерно признателен. А мы начинаем. А спонсором сегодняшнего ролика являются наши друзья из магазина Гетто Баскет. Ребята славятся большим ассортиментом баскетбольной атрибутики на любой вкус, а также продукции других популярных брендов. Уже 7 лет на рынке. Марка качество, своевременная доставка и отзывчивый продавец. Это то, что выделяет данный магазин на фоне других. Для того, чтобы выбрать что-то для себя и оформить долгожданный заказ, вы можете перейти в телеграм, канал магазина, их паблик во Вконтакте или официальную страницу в Инстаграм. Ссылки я, естественно, оставлю в описании. А тем ребятам, кто проживает в городе Уфа, советую посетить их магазин, который расположен по адресу улица Иркутская, дом 48Б. Выбирайте, покупайте и носите с удовольствием. Первой причиной для того, чтобы пристально следить за НБА в этом сезоне, это, конечно же, очередная гонка за титул MVP. Как мне кажется, в этом году она может стать одной из самых масштабных за последние годы. Уж очень много потенциальных кандидатов на победу в этом сезоне. Никола Йокич вполне может выиграть ее в третий раз подряд, учитывая, что ему на подмогу вернется как Джамал Мюррей, так и Портер-младший. Конечно же, Янис Ададакумба, который, наверное, уже на протяжении многих лет в течение сезона выступает на уровне MVP лиги, и этот чемпионат тоже не станет каким-то исключением. Янис в Прайме, он не только эффектный игрок, но и эффективный. Да даже такие суперзвезды ветераны, как Кевин Дюрант или Стефан Карри вполне могут вклиниться в эту борьбу. Карри уже успешно начал сезон в матче против Лейкерс, набрав 33 очка, 7 передач и 6 подборов, и помог Warriors обыграть Озерников. С такой уверенной игрой по сезону и стабильными выступлениями ГСВ, а также, разумеется, популярностью Стефа, он вполне может забрать статуэтку, почему нет? По поводу Дюранта все еще проще. Кевин обладает сумасшедшей мотивацией на этот сезон. Он определенно будет тащить Бруклин Нец в регулярке, и если при этом сможет провести большое количество матчей, а Бруклин оказаться в топе на востоке, то лучшему скорору в истории НБА вполне может повести в борьбе за данный трофей. Конечно, из гонки также не стоит выключать и Джейсона, Тейтума Джамарантом, но они скорее темные лошадки на эту награду, нежели основные фавориты. А вот кто считается главными претендентами, так это скорее всего Лука Мэджик Дончич и Джоэлем Битт. Дончич, который будет проводить свой пятый сезон в лиге, неуклонно становится лучше и лучше с каждым годом. В прошлом плей-офф он довел Даллас до финала конференции, предварительно выведя их туда, включившись во второй половине регулярного чемпионата. Джоэлем Битт же долгое время страдал от своих травм, но в прошлом году провел рекордный за карьеру 68 матчей, набирая при этом сумасшедшие статистические показатели. Да, он проиграл ту гонку, но многие до сих пор считают, что это решение было не совсем справедливым. В любом случае, я считаю, что эти парни в этом году могут показать серьезный уровень и стать главными претендентами на главную индивидуальную награду НБА. А вы как считаете? Определенно, друзья, есть причины, по которым Зайон Уильямсон попадает на обложки журналов и становится одним из самых популярных игроков, не сыграя в НБА уж такого большого количества игр. При всем хейте в его сторону Уильямсон остается одним из самых ярких спортсменов в ассоциации. Казалось, что парень был готов к прорыву. Матч всех звезд уже во втором сезоне в карьере, но, к сожалению, в прошлом регулярном чемпионате он вылетел из-за травмы стопы. В этом многие обвиняли его лишний вес, его ужасное отношение к своему телу и здоровью. Однако сейчас Зайон действительно в порядке. Он значительно похудел и привел свое тело в форму, кажется, лучшую в карьере. Думаю, что пеликаны, которые и без него в прошлом чемпионате очень сильно спрогрессировали, с этим парнем станут еще сильнее. Именно поэтому за Пеликанс и за Йоном будет крайне интересно смотреть в новом чемпионате НБА 2022-2023. Как думаете, чего же они смогут все-таки достичь? Леброн Джеймс последний раз пропускал плей-офф несколько раз подряд только в начале своей карьеры. В сезонах 2003-2004 и 2004-2005. Сделала ли организация Озерников достаточно, чтобы избежать для короля этой участи после 11 места на Западе в прошлом году? Возможно. Но хватит ли у них ресурсов, чтобы выйти в плей-офф хотя бы из зоны плей-ин в этом чемпионате? Давайте порассуждаем. Мне кажется, что на это есть три вещи, которые станут ключевыми. Первое. Будет ли Дарвин Хэм успешен на посту главного тренера Пурпурно-Золотых? Второе. Будет ли Энтони Дэвис здоров на протяжении всего регулярного чемпионата? И третье. Сможет ли Рассел Уэсбрук заиграть в новом сезоне НБА? И если нет, то смогут ли Лейкерс обменять его на что-то, что поможет им сделать скачок в своей игре прямо здесь и сейчас? Посмотрим, что же из этого выйдет. Ваше мнение по Озерникам я также жду внизу в комментариях. А вот за другой организацией из Лос-Анджелеса в этом чемпионате должно быть следить еще приятнее. После неплохого сезона в прошлом году Клиперс наконец-то предстанут перед фанатами ассоциации полностью здоровыми. Пол Джордж и Кавай Леннард снова смогут наводить грязь в ассоциации, а их главным помощником может стать новоиспеченный разыгрывающий ветеран лиги Джон Уолл. Если Лос-Анджелес Клиперс даже без своих звезд практически вышли в плей-офф в прошлом сезоне, то с ними и с усилением в лице Уолла они могут показать что-то очень крутое. В моем понимании их потолком может оказаться финал конференции западной. Но это очень смелое заявление. Как думаете? Да, хочу сказать, что этот сезон НБА также должен стать одним из самых хайповых с точки зрения танкинга слабых команд ассоциаций в борьбе за высокие пики на драфте НБА 2023 года. А все потому, что на этом драфте под первым пиком 100% уйдет настоящий инопланетный фрик и один из самых жестких проспектов за всю историю лиги Виктор Уэмбаньяма. 18-летний парень уже сейчас согласно разным источникам имеет рост около 223 сантиметров и при этом обладает навыками разыгрывающего форварда и центрового одновременно. Слишком много по этому поводу распинаться не буду. На канале есть отдельный ролик про этого парня, если хотите можете найти и посмотреть. Но в целом, думаю, что главными претендентами на этого игрока станут Юта Джаз, Сан-Антонио Спёрс, Оклахома Сити Тандер, Индиана Пейсерс и Хьюстон Рокетс. Вопрос тут заключается в том, какие еще команды не слишком ожидаемые присоединятся к ним в этой гонке. А такие точно будут, я в этом не сомневаюсь. Но, как говорится, поживем и увидим. Ну что ж, друзья, ролик подошел к концу. Он сегодня не очень большой, скорее вступительный, потому что сезон начинается, а это означает, что видео на моем канале будет еще больше. Это, безусловно, не все самые главные интересные вещи, которые могут произойти в этом году в НБА, но, пожалуй, именно они могут оказаться действительно актуальными для большинства фанатов лиги. Если у вас есть что-то, чтобы вы добавили в этот список, можете написать это в комментариях, и мы обсудим. Хочу сказать вам огромное спасибо за вашу поддержку. Благодаря ей ролики выходят настолько часто. Не забывайте подписываться на наш телеграм-канал. С началом сезона там планируется гораздо больше новостей из нашей любимой лиги, ну и по моему ютуб-каналу. А на этом я прощаюсь с вами. Смотрите НБА, любите баскетбол, ни в коем случае не болейте. Всего вам доброго и до связи. Субтитры сделал DimaTorzok